Мы приветствуем всех участников сегодняшней встречи. Сначала я представлю нашего легендарного человека, у которого мы будем сегодня брать интервью. Это Майя Сауловна Табачникова, наш большой друг нашего дворцотворчества Преображенский. Она активнейший участник проекта «Московское долголетие». Она старожитель и долгожитель района Преображенское, города Москвы. Ну и вообще замечательный человек с неиссякаемой энергией. И сегодня, в преддверии 9 мая, в связи с тем, что Майя Сауловна была ребенком в то время, когда началась война, и у нас есть уникальная возможность вот у такого живого свидетеля спросить, как это было. Вот. Ведет сегодня интервью Ольга Владимировна Александрова из Дворца творчества Преображенский. Спасибо всем участникам, кто к нам уже присоединился. Я думаю, что по мере нашего интервью их будет еще больше. Вот. Майя Сауловна. Добрый-добрый-добрый день всем-всем-всем. Я с кустым будет обязательно добрый. Это я, Табач Никола. Зовут меня Майя Сауловна. Мне 1 мая исполнился 91 год. Юбилей был в прошлом году. И вот я с вами. А почему я с вами? Потому что нас, вот таких уже, ну, настоящих детей войны, в общем-то, остается все меньше и меньше. Поэтому пользуйтесь случаем. Разговаривайте с вами. А мы, вы с нами, а мы с вами. И что-то мы вам оставим после себя. Передадим. Да еще и сейчас хорошо поговорить вместе разным поколениям. Вот поэтому я сегодня перед вами. Накануне 9 мая, ну, через несколько дней, когда-то было такое произведение, очень хорошее драматическое произведение, даже фильм был по нему. Оно называлось «Завтра была война». Мы это называем «Завтра была победа». Хоть это и через два дня. Все равно это уже завтра. Для нас это уже было «Завтра». Вот о том, как было «Дозавтра», как было «Вчера», как было «Поначалу» и что, ну, как это, как это в месяц, период времени сказался на детях и как дети проявляли себя в этот период времени. Мне было 12 лет в 41-м году, когда в теплый, очень-очень погожий солнечный день, воскресный, мы с двумя двоюродными сестрами и моим папой, который был кадровым офицером и очень редко бывал дома, хотя вроде мирное было время. Ну, в этот день он с нами пошел на пляж в городе Одессе. Мы купались, мы наслаждались, мы плавали, мы радовались солнцу и брызгам, которых мы друг друга обволакивали. Ну, вот уже пришло время к обеду и, взявшись за руки, папа нас в очень хорошем настроении, мы были все, повел домой. Но по дороге мы только успели отойти от пляжа немножко так на горку, как мы услыхали голос Молотова. И вот она пришла. Это страшная эпоха, которую мы пережили. И когда мы вернулись домой, уже все было понятно. Папа тут же переоделся в военную форму и уехал в свою часть. А мы, мои две сестрички, двоюродные их мама, которые гостили у нас, чтобы можно было покупаться на пляже, побыть на пляже, покупаться в море, они приехали из Москвы. И вот теперь встал вопрос, а что же делать? Уезжать нам в город, отправлять их в Москву? В общем, честно говоря, какая-то была растерянность но взрослые сообразили быстро, что надо собираться с дачи, уезжать в город. Мы переночевали одну ночь на даче. Я уже где-то говорила, может кто-то слышал меня, но я об этом всегда вспоминаю, потому что я никогда не забываю. Всю ночь были собаки. Если бы, то нет, 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 не надо, если бы. Вы даже не можете себе представить, какой стоял мой, а это за городом, поэтому там это эхом разносится по всей даче. Они были с вечера, вот с вечера, как только стало темнеть, и до утра. Это было очень страшно. То есть это как преддверие, или сказать, подготовка нас к тем страшным событиям, которым, в общем-то, пришлось пережить всей нашей стране, ну и, естественно, нам. Мы вернулись в город, мы каким-то образом, очень тяжело, но нам это удалось, отправили москвичей в Москву, мы остались, папа сразу с частью отбыл, а мы остались, я мама, и у меня была няня, ее звали Марфа Ильинична, она давно у меня была няней, но вот теперь она тоже с нами осталась, и остались три женщины. И Марфа Ильинична было уже тогда, ну, я думаю, если не 70, так чуть-чуть больше 70, но тогда 70, это даже не мои 90 сегодня, понимаете, это другие были 70. И вот стал вопрос, а что делать дальше? Ну, так как мама работала секретарем горкома партии, формировался эшелон детей, ответственных работников, было принято решение, что я с бабушкой, никого нету, маму не выпускали из города, она оставалась до последних дней, и что я с Марфой Ильиничной эвакуируюсь. Ну, вот это такое преамбуло. А дальше, а дальше хуже. А хуже, потому что буквально через пару ночей начались бомбежки. Нас бомбили не так, как Киев с 4 утра 22 июня, немножко попозже нас начали бомбить, но уже к началу, первым числом июля нас уже хорошо бомбили. Мы уже знали, что такое бомбоубежище. Мы уже знали, что надо обязательно, когда объявляется тревога, выключить свет и находиться в темноте. И вот, вы понимаете, я вот хочу вам вот что сказать такое. Как-то я все время сопоставляю с сегодняшним днем, что происходило тогда. Мы оставались в темноте, мы в темноте спускались в бомбоубежище. И никому даже не пришло в голову в основном зажечь свет или даже свечку, хотя разрешалось там свечку зажить, пока мы по лестницам спускаемся в бомбоубежище. Мы с презрением относились к тем людям, которые вдруг не успели погасить свет или зажгли его, потому что им так было удобнее собираться в бомбоубежище. И вот, когда я сейчас слышу, что кому-то скучно сидеть дома, кому-то тяжело сидеть дома, мне тоже тяжело, и нашему поколению тоже почти всем тяжело, но мы сели раньше вас, у нас уже 23-го был гарантия, у вас у остальных 28-го, то есть считайте на это время, ну мы, ну, конечно, не очень спокойно, но без стона, без плачев, без жалоб, раз так надо стране и городу, значит надо. И когда мы запоминали, это Твора, между прочим, запоминала, у кого зажегся свет, в то время, когда было объявлено о том, что свет гасит, потому что бомбоубежище, вы знаете, эти люди подвергались, ну не астраклизму, конечно, но полному пренебрежению, возмущению, выговору, а вот вы такие, причем тут же создавались быстренько Тимуровские команды, которые говорили, что если вы не погасите в ту же минуту свет, мы придем и погасим вам этот свет, понимаете? Окна тут же начали заклеивать кресло накрест, вы по кинофильмам, наверное, много видели, как это получается, чтобы стекла не разлетались осколками, их надо было накрест заклеить, и если мы видели, что где-то это не поклеено, мы не то, что бегали жаловаться или стучать на кого-то, мы шли, а дворы тогда были другие немножко, у нас дворы были, и дети очень дружны были в этих дворах, это была закрытая территория, и мы объединялись, мы шли в ту квартиру, мы говорили, мы выражали им свое детское негодование, потому что они вели себя не так, как это требовалось в ту минуту. Безответственно, безответственно, то есть уже дети, дети, я бы, мне же 12 лет было, ну кому-то 13, кому-то 14, но мы по возрасту объединялись, и вот эта ответственность появилась, ну, если не 22 июня, то 24 совершенно точно. Вот так мы вели себя, начинали ответственно относиться, уже включаясь в ту парадигму, которую нас включила, включили совершенно новые условия, новая обстановка. А 20 июля этот эшелон, который формировался детей ответственных работников, отправился по направлению в Сталинград. Это были теплушки, это не пассажирские вагоны, уже все с пассажирскими вагонами мы закончили. Это были теплушки, где мы спали на полу, ну, просто когда нас провожали, наверное, заранее было известно, но в общем-то какие-то одеяльца такие тоненькие, которые на пол встелили, это же все-таки июль месяц, тепло, потом это все осталось в этих теплушках, мы даже не вынесли эти одеяльца. Мы спали на полу, мы сидели, открытая дверь теплушки, если вы знаете, что такое теплушка, там такая дверь, которая вот так вот закрывается. Мы сидели, свесив ноги туда, на улицу, это не про детей, я говорю, взрослые, конечно, падали в обморок. Мы очень были довольны, нам все это нравилось, это я вам честно говорю, мы пели пень. А много было детей? И вот это все были ваши ровесники или разного возраста? Разного возраста, все были с родителями, или с мамой, или с папой. Без родителей была я одна, а все остальные хоть с кем-то с одной частью родителей были. Ну, я эту Марфу Ильиничну, я ее, правда, бабушка не называла, потому что я вообще бабушек своих не знала, и как-то этого слова даже не знала, пока была маленькая, они как-то рано ушли, я их не знала. Ну, я ее так называла Марфу Ильиничну, но я ее слушалась, и она для меня была и мама, и папа одновременно, потому что я видела, как маму, как папу, и там они с детьми, а я вот с Марфой Ильиничной. Мы пели песни пионерские какие-то, ну, то, что это я уже была, я кончила 4 класса тогда и перешла в 5-й, как раз перешла в 5-й. Уже мы были в пионерлагерях, уже мы там пели песни, там тошку про картошку и еще какие-то, и мы пели песни, сидя ногами туда на улицу, и так нас не заставляли вернуться в теплушку, где не было, конечно, там, знаете, как в теплушках крошечные такие окошечки наверху, вот и все. Поэтому ехали. Нам очень нравились остановки. Когда останавливался там состав по каким-то причинам, можно было быстренько нарвать цветочка. Это так было трогательно, это так было приятно, но надо было спрыгнуть. Это высоко была платформочка. Надо было спрыгнуть с нее, и надо было потом быстро вскочить обратно, потому что поезд шов не по расписанию. Он мог рвануть, и тогда добирайся. И вот так мы доехали до Сталинграда, но в Сталинграде нас не помнили, потому что все было запомнило, было уже полно. Кстати, это только было еще 20, ну, где-то уже конец, к концу июля, где-то 24, 25, 26, 27 июля, пока мы доехали туда, ну, наверное, даже больше может быть. И уже мест там не было, поэтому нас, не разговаривая даже, не спрашивая ни у кого соглашения, нас повезли по направлению Краснодара. В Краснодаре нас высадили, и там уже были предупреждены председатели колхозов, совхозов, станицы, станицы краснодарской. За нами приехали, нас встретили и повезли в какую-то станицу. Вот вы знаете, я название станицы не запомнила. Я ведь много помню, что там происходит. Я, например, помню, что нас с Марфой Ильиничной расположили у председателя колхоза вот этого станичного, то есть это там был главный человек, и мы туда попали. Но я точно помню, что были две кобылы у него, серые в яблоках, и обеих кобыл называли майка. Может, он нас потом и выбрал, что была еще и третья майка в моем лице. Не знаю, почему, но он к нам идеально относился, все было очень здорово, нас тут же всех посадили за стол, нас накормили, по людям распределили. Я всех моментов помню, как сложности объединяют людей. Мы им чужие люди были. Но как нас все это объединило? Мгновенно мы для них стали своими, а одни для нас очень близкими и родными, которыми мы полностью попали, ну, в их, так сказать, руки, и что они с нами будут делать, то и будут. И мы так прожили. Я каталась на этих кобылах, там такой высот к ним был, три майки было тогда одновременно. Но я начала понимать, что становится осень, дело идет к первому сентября, а надо идти в школу. А школа восемь километров. А я вам расскажу, с чем я уехала. Все же думали, что это на день, два, три, пять, ну, неделю, и мы возвращаемся. И мне дали вот такой маленький чемоданчик. В этом чемоданчике были банты, потому что были две косы. Там был мяч, чтобы не скучно было, надувной мяч, чтобы можно было играть. И там были, что там еще было, а, ну, смена какая-то, платьичко, там какая-то смена белья. И у Марфы был чемоданчик, даже не смоданчик, такой, ну, саквояжик, саквояжик. Вот это все, что у нас было. На ногах у меня были парусиновые куфельки, такие вот с перефоночкой тогда были. А в школу? Восемь километров. Уже грязно. И я начала думать, а как же это так? А как я буду ходить в школу? Надо как-то отсюда выбираться. Ближайший город отсюда Краснодар. В Краснодаре уже были и уже со мной связались две мамины приятельницы, которые сразу приехали. в Краснодар. И они сказали, давай каким-то образом выбирайся и добирайся до Краснодара, потому что тут ты пойдешь в школу. И так я начала думать, как перебраться в Краснодар. Точно какая была, какой-то кусок. Нас довезли с Марфой на этих лошадях, на майках. А потом, не знаю, может быть, был поезд, может быть, опять была какая-то, какие-то лошади. Не хочу утверждать, но когда мы приехали в Краснодар, там мне сказали мои эти две мамины подруги, что я, чтобы оставалась у них, а Марфа пускай девается туда угодно. Они два рта кормить не могут. А нас пока надо было кормить, у нас ничего не было. Я сказала, или мы вдвоем, или я что-то придумал. Что я могла придумать в 12 лет? Вот, честно говоря, я не знаю, но у меня немножко такая есть авантюрность в характере. Какая-то есть. Я могу, я сделаю, я должна. Порщик, что у вас есть, да, немножко авантюризма. За это мы вас любим и уважаем. Есть, Олечка, есть. И вот я говорю, или вдвоем, или никак. И что мне, а что дальше, как вдвоем, куда? Я, наверное, очень много рассказываю об этом. Вы меня еще хотите что-то спросить? А я так развернулась на воспоминаниях. Может быть, мы опять оставим мою краснодарскую купель, как я военкомат хотела? Про мяну Марку вы рассказали, да, про эвакуацию, да. А вот Валя тоже спрашивает, взрослые как-то детям говорили, объясняли, что началось, что это война. Или так все было понятно вашими детскими как-то глазами и разумами. И именно вот с точки зрения детей вы потом как-то стали, ну, для себя приняли какое-то решение. Как вы думаете, что вы думаете, Валя, она еще что-то не слышала из моих рассказов, поэтому ей хорошо. Она пропускает самые интересные моменты, но я вам когда-нибудь расскажу про интересные моменты моей опуте, как я няню оставила с собой и не дала возможность ее выборить из Краснодара. Дети поначалу ничего не понимали. Детям было весело и очень комфортно. Были новые условия. Это уже был не город, где надо было через дорогу по этим самым водорожкам переходить. Это можно было бежать куда угодно. Это было сельдь, это были какие-то болота, в которых можно было тоже пихаться голыми ногами. Это были лошади, это была больница, это была слабая, да. Но тому, кто переехал, тому, кто приехал позже нас, он уже успел. Не то, что мы несколько тех налетов, которые мы успели пережить и спускали в бомбоубежище, они уже в Одессе успели больше испытать того, что мы уже были ранены, уже не выходили по несколько дней из бомбоубежища, уже начинались некопие перебои с продуктами и вот только голод. А вот это нас будут кормить обедом, поэтому не трогай, это то, что в доме останется на ужин. Голод дети переносили. Это еще не тот голод был, который голод, это только изменение условий предыдущих. Но вот на это реагировали очень болезненно. А почему? А потому. И вот это потому начинало развивать понимание, да, так что-то происходит не так, что-то происходит не так. А потом начали приезжать уже туда, если, допустим, ребенок уезжал с мамой, то кто-то, кто оставался в Одессе там на работу, уже приезжал и уже рассказывал, да, и уже сводки начались, уже и там мы слушали сводки, которые шли с фронта. Это был процесс не одновременный, а растянутый, но это был процесс, который так сильно вводил в состояние ответственности, что дети уже когда мы жили в Краснодаре, и я в сентябре пошла в школу, нет, я не пошла в сентябре, я пошла где-то в концу сентября, в начале октября я пропустила немножко, потому что надо было как-то устроиться и знать, что есть, надо было как-то добыть хлебную карточку и жилье какое-то нас же не оставляли вдвоем с Марфой там у этих маминых подруг. и когда я пришла в школу и там уже были дети эвакуированных не только из Одессы, а из Киева, и из тех, кто уже больше пережил, может быть, чем мы, уже вот там начинались разговоры, где твой папа, а где твой папа, а что твой папа пишет, а твой папа ранен, а мой папа ранен, а это там мой папа убит, а у меня уже нет папы. Вот откуда начинался процесс понимания сложности того, куда мы попали. И вот тут же начинался такой процесс, а что мы можем сделать? Это не было парцебрание или там пионерской дружины, это были разговоры между собой. А вот ты знаешь, а там вывозили предприятия из центральной части, ну, например, из той же Одессы, из Киева, вывозили предприятия вот в эти места, пока еще в эти места. И мы узнали, что в одном из заводов мальчик, который хотел работать и что-то делать, ему было 12 лет, он не доставал фрезеровочного станка, там это фрезеровочный был, и ему подставляли скамеечку, чтобы он на эту скамеечку встал и достал до станка эту фрезеровку эту делать. Нам очень захотелось на него посмотреть, понимаешь? Вот, и ага, а он может, а он делает, а для чего он это делает? А что мы можем? И тут начиналось. И вязание, и шить варюшки, вот мы сейчас не так. Нет масок? Какой караул? Нет масок, это сейчас про нас я говорю, а взять кусочек ткани, пошить эту маску? Не знаем, как, а взять у кого-то эту маску и сделать лекало? Нет, караул, караул в аптеке нет масок, а тогда караула не было, что у армии не было, перчаток может не хватало, кесеты мы шили для дополта, это я очень хорошо помню, потому что уже кончили поступать там папиросы, сигареты, поэтому кесетики вот такие, такие вот они стягивались на этом там на витамочке, да, и там был табак, вот эти кесеты мы шили в большом количестве, никто не ждал, чтобы их привезли в магазин, в аптеку или в табачный магазин, и чтобы там можно было купить. Ребята, другая ответственность, да, не только у взрослых, я сейчас про взрослых говорю, дети не плачут, что им нет масок, они не очень не хотят сейчас носить, это тяжело, я понимаю, я тоже ношу маску, даже если мусор там хочу вынести, да, что меня разрешает или на 100 метров зайти в аптеку, но не было такого понимания, а кто же это за нас сделает, а может мы можем это сделать, то, что, на что не надо отвлекать взрослых, которые заняты совсем другими делами, и вот мы в этом Краснодаре я проучилась год, год, да, и в сентябре уже не в сентябре, а в июле стало понятно, что Краснодару движутся фашисты, уже они движутся туда, и уже начало становиться быть понятным, что отсюда надо уезжать, и так формировалось мнение о новой эвакуации, вот она вторая по счету, а я не сказала только, что уже мама была, уже мама приехала, вот тут вот такой момент был, что мама где-то в сентябре 41-го года приехала, поэтому, в Краснодар, поэтому к сентябрю 42-го года, даже не к сентябрю, а уже где-то в конце июля, начале августа, да, уже 9-го августа немцы были в Краснодаре и установили там свой оккупационный режим на 186 дней, значит, мы уезжаем где-то в июле, наверное, в начале или в сентябре июле, и так начинается вторая эвакуация, остановимся на эвакуации, займемся еще чем-то, Валю, Оля, видишь, я Валю, в померсу, ну, Валю же, конечно, самый лучший, парфюр, у вас большой опыт проведения вебинаров, а для меня это первый опыт, моя сауна, поэтому, ничего, науше, науше, научим эти вебинары, у меня есть приятель близкий, Валя знает, его тоже, он нам помогает, когда мы выставляем уже вебинары в записи, он нам помогает, он специалист в этом деле, он нам помогает это уже оформить, ну, как в записи, да, то, что вот вы потом видите, так он за это время, вот он Вале сказал, почему мы не можем последний вебинар выставить, вот как раз, который назывался «Я помню, как это было», это у нас был вебинар пятого, ну, ты видела, Оля, а для того, чтобы его выставить, Юру опять попросили, Юр, ну там приведи немножко в порядок, он говорит, только через три дня, он за эти, за это время карантина, он сделал, оформил 53 вебинара, вот, как люди перешли на новый образ жизни, на новый образ общения, так что, Олечка, ты хотела меня спросить? Ну, например, вот, несмотря на все вот эти ужасы, там, войны, какие-то такие больные, тяжелые воспоминания, есть что-то такое, самое светлое, приятное воспоминание, что вот запомнилось на всю жизнь, может быть, это связано с, ну, с какой-то дружбой детской, может быть, там, с каким-то случаем, примером, у вас объединились вопросы, вот, Таня моя, мой ребенок, который тоже пишет, а какое было общее настроение у детей, все ли были тихие, грустные, много плакали, или все-таки это был шумный детский коллектив, Таня, ты же сама понимаешь, детей нельзя держать в постоянном, в каком-то, в постоянной грусти, это во многом зависит от родителей и от окружения, конечно, были потери, были уходы, дети знали, что где-то папа на фронте и может не прийти, и были, ну, была какая-то, какое-то всеобщее объединение, и бегали по коридорам, и подножки подставляли, и придумывали какие-то немыслимые вещи, но, если, ну, это уже было в Алма-Ате, это надо уже перескочить, потому что я уже уехала из Краснодара, но если было какое-то, какое-то задание идти в госпиталь и готовить концерт, вот тут, разом, разбейся, и, ай, не просто идти, а что-то нести, а такое, чтобы что-то купить нельзя, значит, если детям что-то дарили, значит, как-то они это оставляли, чтобы еще хоть какой-нибудь, но подарочек принести в госпиталь, а там, там серьезно, там и помыть полы надо было, а там и помочь санитаркам надо было, а там и почитать слепому, раненому, который не мог написать письмо домой, то есть, вот эта вот перекличка, она у детей всегда бывает, серьезная, грустная, даже когда подначки какие-то, грустных ситуациях, иногда бывает такой непонятности, вдруг взрыв, а потом думаешь, о, как хорошо, что это произошло, так что, Танюша, и то, и то было, это, конечно, был и шумный, и детский коллектив, мы, например, уже в Алма-Ате, вот когда вторая его паза была, мы, например, а я там тоже в школу пошла, мы, например, узнали, что идут съемки на Мосфильме, а Мосфильм был эвакуирован в Алма-Ату, и что там требуется, ну, как это называется, массовка, массовка, но сразу было написано, платить нечем, платить нечем, за массовку тоже платят, и люди даже зарабатывают, но вот я знаю дальше, я связана была с этим на массовке, но мы так рванули туда классом, а потом к нам присоединяли еще, это такая была радость, нам не надо Атланти, мы идем, потому что, во-первых, это интересно, это киностудия, да, а что там будет, а кто там будет, а там, кстати, были Жаровец, и Липовская, там два бойца снимались в это время, и нам можно было как-то походить, посмотреть, и как это происходит, но нам сказали, что нам все-таки заплатят, вы знаете, как нам платили, кружка горячего чая, кружка, сахара вовнутрь не было, был кусочек сахара, который нам давали, и ломтик хлеба, это вот было, и это было очень радостно, я думаю, что если бы мы не шли за этим, мы не знали, что это будет, это уже последствия, но дети бежали туда, шумной толпой, как говорит моя Таня, и это был детский коллектив, мы там хотели что-то потрогать, и как-то костюм что-то сделать, и нас ругали иногда там, да, это нормальная обстановка, но уже с чувством ответственности, по всяким другим поводам, нужно строиться, строиться завод, завод по производству, там я даже не знаю чего, но в предгорьях Алатау, Алмата это город, который находится в предгорьях Алатау, ну что я вам говорю, вы это все сами знаете, и туда дороги, дороги не было, туда надо было каким-то образом кирпичи передать, вот в эту строящуюся, в эту строящуюся площадку, и нас сняли даже с уроков, это было положительно, нас послали туда с уроком, вроде бы и радость, но если бы мы видели, в таких условиях, мы передавали эти кирпичи, это была цепочка, цепочка, и по кирпичу, от машины, которая подвозила, по одному, по цепочке, мы передавали туда, ну вроде несложная работа, но дождь, не дождь, никакого значения не имеет, холод, не холод, никакого значения не имеет, стоим по колену там, в воде стоим, тоже не имеет, а в окне, а обувка у меня, я не помню, какая была у других, но я уже рассказывала, я эту обувку никогда не забуду, на мне были калоши, вы, наверное, даже не знаете, что это такое, спросите дома у дедушек, бабушек, это резиновые такие вот, похожие на это, что мы одеваем, как называем, похилые, только из резины, и они одеваются на сапоги, или на ботинки, на валенки, чтобы не промокли, так вот, просто на носок, не на босу, но носок был, и вот этот нос, с этим носком, я влезала в эти калоши, но еще их надо было завязать веревкой, чтобы они держались, потому что, иначе они спадут, и вот в этой воде, в этих калошах, а разговоры о том, что холодно, о том, что, а домой, а просто вообще не было, тут, конечно, еще и азарт такой общий, вот это, Таня, то, что шумный детский коллектив превращается, немножко в шумный, но ответственный коллектив, не просто шумный, а ответственный коллектив, и это очень хорошо, я не просто почувствовала, а, наверное, во мне это воспитало такое чувство ответственности, что если я что-то обещаю, или что-то должна сделать, я никогда не открещусь от этого, как бы мне трудно это не было, это не просто было воспитание коллектива, коллективом, и суровыми условиями, и пониманием, что происходит, а это была закваска на будущую жизнь, которая формировалась вот в тех условиях, поэтому и так было, и так было, это живой организм, даже взрослые не могут быть только грустными, или только веселыми, но, да, вот так, так жили, но мы знали, что мы делаем дело и полезное тоже, а вот мне кто-то спрашивает, ну хорошо, а что вы в госпитале в том делали, это у нас прямо, у нас был, нам был выделен госпиталь, у нас была выделенная палата, именно для нашего там класса, для трубки точно так же, но когда мы приходили, мы знали, что медсестре надо скатать бинт, знаете, вот он там растянут, а надо его скатать, что салфеточки надо сложить, потому что это в операционную салфеточку, что даже и пол надо помыть, ну я уже говорила про всякую пол, но концерт готовился, я не могу вам передать как, каждый что-то придумывал, где-то не было музыки, мы подпевали, ну язык, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот это так было, а где-то то, что танцевали, я в основном там танцевала, под какую музыку, появлялась иногда гармошка, у самих раненых, тоже такое было, и вот это был, это был очень важный день в нашей жизни, вот такая ответственность, она и желание помощи, не просто вот там маме и папе тоже надо помочь, но это был разговор о стране, уже мы знали Левитана, уже мы включались, когда были сообщения от информбюро, я кстати тут скажу вам на минуточку на одну, что вчера я узнала, что можно набрать на телефоне 1-9-4-5-1945, и вы услышите сообщения о тех мероприятиях, которые проводятся, можете выбрать любое из них, или слушать песню военной, или поменять гудок вместо сигнала телефона, выбрать какую-то песню, там еще, 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 но для меня было предложение, нажмите цифру 4, это я вам всем говорю, номер 4, цифру нажать, и тогда голос Левитана сообщает о том, что было вот в этот день, когда вы нажали, и в этот час, когда вы нажали, что происходило на фронте в 1945 году, вот это вот голос Левитана, а что, а может вы, ой, опять берут, как будто переместились прямо туда, в тот момент, Майя Сауна, у нас времечка неинтерпимо бежит, поэтому еще парочку вопросов, хоть это и длительные были, почти, да, с 41 по 45, но вот уже приближался май, 9 мая 45, вот в преддверии победы, вот что вы переживали, что вокруг вас, и что это было за событие? Ну, быстро надо просто сказать, что Одессу освободили 10 апреля 44 года, а 10 мая мы с мамой уже были в Одессе, маму вышли на работу, по ее работе, поэтому 9 мая 45 года я уже была в Одессе, это были очень тоже сложные годы, нас бомбили каждый день, не день, а ночь, кончались сводки с Овенформбюро, в 12 часов последние сводки, и тут же начиналась бомбежка, потому что немцы были в 60 километрах от Одессы, то есть у нас продолжалась война, мы вернулись в Одессу, но война продолжалась, поэтому мы слушали сводки, мы помогали опять так же, у нас были много чего разного, когда-нибудь хотите, я вам расскажу, но раз времечко течет, то я его и хватаю, и вот 8 ночью на 9 нам сообщают, этот же голос Левитана, подписан мирный договор, договор, неправильно я сказала, подписан мирный договор, что, чего, как, ночь, 9 мая объявляется нерабочим днем, выходной, утро, в 7 утра, попробуй радостно встать утром в школу, и то не хочется, и так не хочется, и что бы, или дождь по-своему, или гром, я не знаю, в 7 утра, хотя занятия начинали с 9, уже в 7 утра, в школе потянулись дети разных классов, разных, я была в 9, в 9, в 9, да, вот мы пришли, чего мы пришли, ничего не понятно, но пока мы шли, уже в 7 утра, Одесса наполнялась потоками людей, на заводы, на фабрики, порт, морское училище, одно морское, 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 другое, среднее, выше, это вообще что-то было невероятное, город кипел, просто огромным количеством, и все шли, не просто вот так, но, а дороги, это надо было только видеть, обнимались, целовались, совершенно незнакомые люди, начинали петь какие-то петь, кто что знал, кто что мог, я даже слышала, одна женщина пела, из-за переты, арию, но это ей близко было, наверное, она пела, потому что ей хотелось петь, вот невозможно было не петь, хотелось жить, хотелось петь, и обниматься, и целоваться, и после этого мы все вместе, вместе, без всякого приказа, без всякой команды, двинулись на Куликово поле в Одессе, это знаменитое поле, где у нас проходили обычные демонстрации, и так далее, к сожалению, оно осквернено сейчас, теми жертвами, которыми, какие произошли, какие произвели, в 1900, в каком году? В 2014 году, видишь, как цифры побежали, и мы пришли туда, и там было совершенно спонтанно, каждый что-то говорил, но главное, главное говорили, ура победить, ура мы победили, и опять же, обнимались, то есть, настроение было такое, но я не знаю, какое у меня было настроение, когда я родилась, я не помню этого, понимаете, к сожалению, но какое у меня было тогда настроение, я умирать буду, но на смертном адре, я тоже буду это вспоминать, поэтому, поэтому, я, наверное, сама добавлю, что я, ты меня когда-то, Оля, спрашивала, и я вот это сейчас уже сама вставлю, нет времени, чтобы ты включалась, теперь уже я поехала, когда у нас начались парады бессмертной, бессмертного полка, шествия, бессмертного полка, я была на каждом, сколько у нас было, столько была я, и когда меня спрашивали, ну что ты, а уже мне тоже было тогда, где-то 84 года, по-моему, 6 лет они у нас уже идут, да, или 84, 83 или 84 года, и когда мне говорили, куда, куда, что ты делаешь, там 6 километров, начало движения, а потом еще до метро и так далее, куда, нога, нога вирекозная, страшная, ужасная, правая нога, она болит, куда, я говорю, я иду, в 9 мая, 45 года, в город обез, но теперь уже, и в любимую Москву, вот это, меня, никогда, я внутренне, да, я все это помню, все это ощущаю, ну такого, желания, вот этого единства, вот этих портретов, вот этих людей, у которых у всех вместе, так же, как у меня, говорится что-то внутри, да, не что-то, а вот такой подъем, это еще добавляет к тому, что было в Одессе, и вот только там, я себя чувствую, как я себя чувствовала, 9 мая 45 года, и мне очень жалко, что я и в этом году, когда мне уже 91 год, не могу это сделать, не потому что я не могу, а потому что не может страна, но мы это сделаем, и я доживу до этого, и обязательно с папой пойду, вот я так с папой, вот хожу, 9 мая, уже здесь, в Москве, можете посмотреть, это его фронтовая фотография, с которой я хожу, нашествие, бессмертный полк, и мы пойдем, но я 9 мая, вот предлагают нам такую акцию, выйти на балкон, я начинаю задумываться на другой акции, я вот с вами посоветуюсь, вы мне скажете, что же мне делать, но я посоветуюсь еще с горячей линией, я всегда спрашиваю, а можно сделать вот, он и горячий линией, я спрошу, можно ли мне вот с этим портретом выйти вниз, просто хотя бы к подъезду, не на восьмом этаже, а чтобы я вышла к подъезду, и у меня в соседнем подъезде есть сын моей приятельницы, который со мной ходит вот на эти шествия бессмертного полка, и у него есть знамя, которое нам там подарили позапрошлый раз, 9 мая, мы это знамя сохранили, оно у него дома, он тоже выйдет, пусть мы будем двое, но мы будем на параде, на параде бессмертного полка, но я думаю, если мне горячая линия разрешит написать объявление и повесить на подъезде, то мы еще выведем кого-то, и вот тут между подъездами, если мне разрешать, я походу. Майя Сауловна, поднимите Преображенку, я боюсь, Майя Сауловна, у нас прям, я боюсь, чтобы не прервалось, ну, как бы резко, наше, я хочу поблагодарить, во-первых, Майю Сауловну за замечательный рассказ, жалко, времени все равно не хватает, огромное спасибо, Майя Сауловна, 25 участникам нашего вебинара, всем, всем, ничего, я спасибо, всем. Майя Сауловна, кроме Москвы, вас слушали из Ростова-на-Дону, из Тулы, из Раменского, из Нарофоминской, Сергия Посада, и многое, из какого еще Подмосковья, но, в общем, не только Москва была на связи, вот, Майя Сауловна, огромное спасибо, с наступающим 9 мая, а остальным участникам я еще хочу рассказать, что, чтобы мы все дожили до такого 91-летнего возраста, с такой несякаемой энергией, с таким позитивом, и с такой вообще вот любовью к жизни, дай Бог всем здоровья, спасибо огромное, Майя Сауловна. Оля, а я одну минуточку только, ладно? Елена Борисовна, вон, у нас, Елена Борисовна присоединилась. Очень я рада, Леночка, привет, я видела, когда ты пришла, я видела, да, 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 я хочу вам вот что сказать, что мы должны и детям передать, и детям детей передать, что было, что есть, что мы все живем сегодня, и я, которой было 12 лет, и они, которым сегодня 12 лет, благодаря тому, что наша страна выиграла и победила в этой войне, иначе бы, это была бы растворенная масса, которую хотели немцы превратить весь народ, живущий на территории Советского Союза. Но и мы им это, наши родители, наши деды, наши прадеды не дали им этого. Поэтому помните, помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны, памяти павших, будьте достойны, вечно достойны, помните. Вот теперь это все. Спасибо, Майя. Всем спасибо, всех жду в следующий раз. 9 мая увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова